Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас второе занятие. И на прошлом занятии мы с вами рассмотрели, как пользоваться, настраивать инструмент кисти. Мы рассмотрели всевозможные настройки, расширенные, базовые, научились использовать этот инструмент. И на сегодняшнем занятии мы продолжаем рассматривать инструменты. И сегодняшняя наша тема – это создание выделенных областей. В нашей программе существует целый ряд инструментов в самой первой группе, включенных на панели инструментов. Итак, инструменты для выделения. Они бывают самые разные. И в зависимости от задачи, которую мы перед собой ставим, мы можем использовать разные типы инструментов. Мы можем увидеть, что каждый инструмент в данном случае содержит выпадающий список. Если вот такой уголочек содержится на инструменте, это значит, что он включает в себя дополнительную группу инструментов. Итак, мы видим, что первый инструмент на самом деле состоит из четырех различных инструментов, которые создают выделенные области различной формы. Итак, мы начнем сейчас знакомиться с самым первым инструментом в этой группе – Rectangular Market Tool. Его можно выбрать на панели инструментов или нажать на клавиатуре горячую клавишу M, тем самым вызвать этот инструмент. Итак, прежде чем мы начнем рассматривать данный инструмент, мы воспользуемся двумя типами изображений. Это новый документ. Мы зайдем в меню File, New, откроем новый документ. Нам достаточно будет стандартного базового размера – 1024 на 768 пикселей. И на примере этого изображения мы будем создавать различные типы выделений. И нам понадобится вот такое еще изображение, такая вот утка, которая достаточно удобна для работы с выделениями, которые мы сегодня будем учиться создавать. Итак, вернемся к нашему новому документу. Прямоугольное выделение. Посмотрим, как же работает данный инструмент. Нам надо зажать мышку, протянуть область, которую мы считаем необходимой нам для работы, и отпускаем мышку. Появляется область, которую мы создали при помощи нашего инструмента. Итак, для чего мы создаем эту область? Когда мы планируем заполнить какую-то область цветом, изменить цвет, перекрасить что-либо, нам необходимо указать программе, что именно нам необходимо обработать. И в данном случае без указания для программы этой области программа не будет знать, что именно мы собираемся закрашивать. Поэтому использование данных инструментов – это прямое указание программе, с какой областью мы хотим сейчас работать. Итак, выделенная область. Мы должны четко различать два основных параметра. Это область, которая у нас появилась внутри вот этой пунктирной линии, и сам пунктир. Так вот, область внутри – это область выделения или выделенная область, а контур – мы будем называть контур выделения. Следует четко различать эти два понятия, потому что при дальнейших настройках мы будем изменять и как размеры области внутри, так и размеры самого контура. В этом есть различия, поэтому мы столкнемся с ними, этими различиями в процессе нашей работы. Итак, я создала выделенную область, и теперь я могу проверить, что будет происходить, если я буду работать тем же инструментом, например, кистью. Все манипуляции, которые мы будем выполнять, любыми инструментами, будут относиться только к области внутри. То есть не будет инструмент работать за пределами данной области. Таким образом, я четко ограничиваю пределы для закрашивания области. Я могу закрасить как полностью, так и частично эту область. Таким образом, я могу контролировать процесс закрашивания, четко прокрашивая только тот участок, который мне необходим. Итак, область может быть прокрашена. Вспоминаем, что размер кисточки можно регулировать при помощи клавиш левая и правая квадратная скобка, тем самым увеличивая или уменьшая размер кисточки. Итак, я закрасила всю область целиком, или частично, возможно, закрашивание, при помощи инструмента кисть. Как дальше снять вот эту область выделения? Потому что я хочу работать дальше со следующей областью или что-то корректировать вне этой области. Для этого нам понадобится меню, которое существует в программе Photoshop специально для работы с выделениями. Итак, меню Select. Это и есть выделение Select. Заходим в него и видим команды, которые мы будем рассматривать, которые нам необходимы для работы с выделениями. Итак, первую команду, которую мы рассмотрим сейчас, это команда D-Select. Запомните клавиатурное сокращение, потому что мы будем часто им пользоваться. Ctrl-D. Ctrl-D снимает выделение. D-Select. То есть нам можно снять любое выделение. Итак, смотрите, пропадает контур наш, и мы теперь можем пользоваться инструментом кисть где угодно. за пределами данного прямоугольника, который у меня был нарисован, где угодно рисует программа нашу область. Дальше следующее, что мы хотим сделать. Допустим, я хочу что-то еще доредактировать, подкрасить, перекрасить этот же прямоугольник, но я выделение сняла. Выделять его повторно. Можно, конечно, взять инструмент и попробовать полностью восстановить те же контуры. Но мы можем воспользоваться очень хорошей командой, такой как Re-Select. Вернуть выделение. Ctrl-Shift-D. Команда, которая восстанавливает снятое нами выделение. И я могу, воспользовавшись каким-то инструментом, опять же-таки нарисовать какие-то дополнения в моей области, которую я хочу доредактировать. В данном случае я подкорректировала. Но чтобы не выходить за пределы прямоугольника, я вернула выделение, тем самым кисть моя будет работать только внутри этой области. Опять же, снимаю выделение. Я воспользуюсь командой на клавиатуре, клавишами на клавиатуре Ctrl-D. И у меня выделение снимается точно так же, как и при помощи самой команды D-Select. Следующая команда, которую мы рассмотрим, посмотрите, Select All. Выделить все. Выделяется весь наш документ. Смотрите, выделяется по краю. У нас проходит вот такой вот контур, который выделяет полностью весь документ, независимо от того, что на нем изображено. Поэтому выделение полностью всего документа можно выбрать при помощи команды Select All или же клавиатурное сокращение Ctrl-A, горячие клавиши, которые помогают быстро выделить все в документе. Снимаю выделение. И следующее действие, которое я хочу сделать. Я беру прямоугольное выделение и создаю новую область. Новая область, которая отличается, допустим, по размерам. Расположение у нее может быть другое. И так я выбираю данную область. Но у меня будет рисовать инструмент внутри данного контура. А если я хочу перекрашивать все, что касается области за пределами этого выделения, что мне сделать в таком случае? Мне надо обратить выделение, сделать его таким, чтобы выделялось все, кроме вот этой области, которая у меня сейчас в данный момент выделена. Для этого существует специальная команда Inverse Shift Ctrl I. Данная команда позволяет выделить следующим образом. Обратите внимание, наше выделение, которое было до сих пор, остается без изменений, но появился контур по краю. Это значит, что выделено все, кроме области вот этой внутренней. Как в этом убедиться? Мы просто возьмем сейчас кисть другого цвета и начинаем проверять. Вот таким образом мы видим, что выделяется все, кроме внутренней области, которая была создана первоначально. Я отменяю последнее действие командой Ctrl Z, которая отменяет последнее выполненное действие. И я хочу вернуться, опять же таки, к моему первоначальному выделению. Я верну, командой Inverse пропадает контур и опять у меня рисует только лишь внутри данного прямоугольника. То есть данная команда Inverse удобна в том случае, если мы создаем выделение, а потом нам необходимо выделить области за пределами того объекта, который мы выделили. В данном случае команда Inverse очень удобна и помогает сэкономить время, если нам надо выделить большую область за пределами того объекта, который мы выделили. Итак, я снимаю команду Deselect. У меня пропадают все выделения в моем документе и я продолжаю работать с прямоугольным выделением. Мы рассмотрели пока самые необходимые команды для работы с выделением. Итак, прямоугольное выделение. Какие настройки имеет данный инструмент? Посмотрите, настроек на самом деле не так много. Мы будем рассматривать, что они нам дают. Необходимые настройки для работы. Итак, выделение, которое я могу создавать, может быть любой произвольной формы, потому что в данном случае у меня выбирается стиль Normal. Нормальное выделение без каких-либо ограничений. Если же я выберу параметр Fixed Ratio, у меня активируются следующие две настройки – ширина и высота. Данные настройки позволяют выбрать пропорцию, фиксированная пропорция, то есть отношение ширины к высоте. Если у меня стоит соотношение один к одному, то логично предположить, что у меня будут получаться только лишь квадраты. Любых размеров. Здесь не будет ограничений в размерах, поскольку пропорция сохраняется один к одному. Поэтому будут получаться квадраты различных размеров. Не будет никаких ограничений. Обратите внимание, когда я рисую, создается новый квадрат, а предыдущий пропадает, потому что я каждый раз создаю новое и новое выделение. Это установлено в настройках. Мы сейчас обратимся к ним поподробнее, рассмотрим все необходимые параметры. Но если я наведу инструмент на внутреннюю область, которая у меня выделена, курсор мой меняется на вот такой вот значок. Это значит, что я могу сместить контур выделения туда, куда мне его надо вдруг перенести, если возникает такая необходимость. Я могу перемещать созданный мной уже контур в любую другую область. Опять же рисую, наведя внутрь, я могу его переместить. Зажав мышку и притяну в нужную мне сторону. Чтобы снять выделение, можно просто щелкнуть за пределами этого выделения. Пропадает контур, и я могу создавать новую область. Если я выберу следующий параметр, третий из стилей, Exit Size, то у меня ширина и высота теперь не в пропорциях, а в фиксированных размерах. Я могу задать моей фигуре четкие параметры ширины и высоты. В данном случае, заметьте, у меня значение 64 на 64 пикселя. Рисовать ничего не надо, потому что смысл рисовать фигуру, если у нее уже есть четко заданные параметры. Мне достаточно щелкнуть, чтобы получился данный квадрат 64 на 64 пикселя. Если мне нужны другие параметры, мне достаточно вбить сюда значения, которые мне необходимы. Допустим, я хочу вбить 5, ну и чтобы было, допустим, на первых парах понятно единицы измерения, я вобью сантиметры 5 сантиметров, и сюда я тоже вобью сантиметры на 5 сантиметров. Надо правильно указать единицы, тогда они абсолютно будут правильно отображаться. Итак, я получила квадрат 5 на 5 сантиметров. Если не совсем понятны пиксели, то сантиметры нам более знакомы и более понятны. Я создала область. Опять же, я ее могу перетащить в нужное мне место в документе. И таким образом я могу даже изменить расположение объекта в документе. Следующее, что я могу указать, у меня получились пока квадраты, я могу изменить другое значение. Допустим, я вобью сюда 8 сантиметров, это будет прямоугольник. Вот мой прямоугольник. Но я хотела не горизонтальный, не 8 на 5, а 5 на 8. Вбивать по новой значение 5 сантиметров, а сюда 8 будет долго. Я могу просто поменять местами значение таким вот образом. На стрелочку нажал, и у меня теперь получится вертикальный прямоугольник с теми же параметрами 5 на 8. То есть я не вбивала значение с нуля, не убирала старые. Я просто поменяла местами значение ширины и высоты. Вот этой стрелкой меняются быстро и достаточно удобно. Итак, мы рассмотрели, что стили выделения бывают трех типов. Это нормал, без каких-либо ограничений, и фиксированная пропорция, и фиксированный размер. Таким образом, мы можем выбирать, какой тип выделения нам нужен в данный момент. Если мне нужна фигура четко определенных размеров, я возьму фиксированный размер. Если мне нужны одинаковые фигуры разных форм, например, то я могу выбирать фиксит рейтио, фиксированная пропорция. В фиксированной пропорции параметры ширины и высоты тоже можно менять. Если я вбиваю сюда 2, у меня получится вот такая фигура. То я могу поменять их точно так же, и фигура будет уже вот такой. Итак, возвращаемся к стилю нормал, поскольку в данном случае я могу, никак не ограничивая себя, рисовать различные прямоугольники. Итак, обратимся к параметру логические операции. Логические операции – это операции с нашими выделенными областями. У меня по умолчанию в программе выбран параметр «Новое выделение». Каждый раз у меня будет создаваться новое выделение, прежнее будет пропадать. Если я хочу создать более сложный контур, я создаю какую-то фигуру, и выбираю следующий параметр «Add to Selection» – добавление к выделению. То есть к тому выделению, которое уже создано, я могу добавить, посмотрите, к курсору добавляется еще значок «плюс», указывая на то, что у меня не новое выделение, а уже выбрана операция «Добавление». И область, которая будет создана сейчас, будет добавляться к уже имеющемуся выделению. Для этого оно уже должно быть создано. Тогда я могу присоединить к нему любое другое выделение. Оно может как сливаться с предыдущим, так быть и отдельно стоящим, то есть не пересекаясь с уже имеющимся. Обратите внимание, что закрашиваться будет только то, что я выделила при помощи выделений. Эта область у меня выделяется только то, что внутри моих выделенных областей. Отменяю закрашивание, снимаю выделение клавишей «Ctrl D». Снимается очень быстро выделение. Итак, вернемся к нашим логическим операциям. Опять же, у меня есть какое-то созданное выделение, но мы рассмотрим команду «Вычитание из выделения». Это третья кнопка. И посмотрите, возле знака курсора появляется значок «Минус», который указывает, что все, что я буду сейчас создавать, будет вычитаться из моего уже созданного выделения. Посмотрите, отрезается та область, которая находит на предыдущее выделение. Я могу отрезать какие-то фрагменты, большие, меньшие. Опять же, я могу вырезать область в виде рамки какой-то и так далее. Снимаю выделение. И если мне надо какое-то вычитание делать, посмотрите, я могу вырезать отдельные фрагменты. Как внутри самого выделения, так и с какого-то края я могу вырезать различные фрагменты. Итак, снимаю выделение «Контрол-Д» и я могу рассматривать следующую операцию. Посмотрите, следующая кнопка «Логическая операция с выделениями» – это область пересечения с уже имеющимся выделением. Итак, все, что будет находиться на пересечении двух созданных мной фигур, в данном случае, посмотрите, я рисую вторую, и область, которая находит на предыдущую фигуру, будет являться результатом логической операции. Именно она остается как результат. Все, что выходит за пределы области пересечения, будет пропадать. Таким образом, я могу корректировать выделение, изменять его размеры, тем самым изменяя и контуры, и форму. Итак, следующее, что мы будем рассматривать. Мы доберемся до параметра «Физы». Параметр «Физы» – я снимаю выделение, параметр «Физы», который мне необходим для выполнения следующей операции. Пока «Физы» у нас стоит 0, мы рассмотрим, что будет происходить с выделением. Мы уже рассматривали, что выделение, которое я создаю и закрашиваю в дальнейшем, имеет очень четкие границы. Посмотрите, я снимаю выделение, я вижу, что граница моего прямоугольника достаточно четкая. Но теперь мы обратимся к параметру «Физы». Я поставлю «Физы» значение 10. Посмотрите, что происходит с фигурой, у которой поменялась «Физы». Мы видим пока все, что мы видим – это скругление углов. На первый взгляд может показаться, что данная настройка просто скругляет углы. На самом деле это не так, поскольку параметр «Физы» создает размытие краев. Чтобы в этом убедиться, я выбираю кисточку и прокрашиваю. И посмотрите, прокрашивание фигуры теперь имеет несколько необычный вид. У нас размываются края в пределах 10 пикселей. То есть мы указываем «Физы» 10 и видим, что в пределах 10 пикселей размываются края. То есть более четкое насыщенное прокрашивание у нас будет внутри этой фигуры. Если же обратить внимание на края, то это уже более размытая область. И так как у размытой фигуры не могут быть четкие углы, поэтому углы получаются более скругленными. За счет этого мы изначально и можем принять «Физы» за скругление. Но это не скругление, это размытие краев, которое помогает нам создавать какие-то более интересные эффекты для наших фигур. Итак, я снимаю выделение, и мы видим разницу между «Физы» 0 и «Физы» в 10 пикселей. «Физы» очень важно задать изначально, до того, как мы начнем создавать нашу фигуру, поскольку у созданной фигуры мы потом уже «Физы» не будет влиять, которое мы здесь настроим. Значит, чем больше параметров «Физы», тем больше будет размываться и область. Больше идет размытие. И поэтому здесь очень важно нарисовать достаточно большую фигуру, потому что если нарисую маленькую фигурку, у меня появится сообщение, что очень мало выделено пикселей для того, чтобы выполнить размытие данных параметров. Поэтому чем больше ставите «Физы», тем больше вы должны быть верны, что будет ваша фигура. Таким образом, размытие будет выполняться по размерам фигуры. Возвращаем «Физы» ноль, чтобы размытия не было вообще. И переходим к следующей фигуре, которая нам необходима для дальнейшего рассмотрения. «Elliptical Mark YouTube» – овальное выделение. По «History» вспоминаем, мы на прошлом занятии рассмотрели, мы отменяем все наши действия и рассматриваем сейчас инструмент «Овальное выделение». На самом деле, посмотрите, у нас появилась дополнительная настройка «Anti-Alyse». Мы ее сейчас рассмотрим. Итак, те же логические операции, «Новое выделение», «Добавление», «Вычитание», «Область пересечения». Тот же параметр «Физы», те же стили. Итак, я зажимаю мышку и рисую фигуру. Пока я не отпускаю мышку, я могу регулировать форму, размеры данной фигуры, делать ее больше, меньше и менять полностью ее габариты. Как только я отпускаю мышку, я вижу, что появляется пунктир по контуру. Обратите внимание, что при закрашивании у меня будут выполняться следующие действия. У меня включен параметр у данного инструмента «Anti-Alyse». Что он обозначает? Вот «Anti-Alyse» включенный параметр. Я его отключаю и рисую рядом другой круг или овал. И закрашиваю его. Прокрашиваю. Снимаю выделение «Ctrl-D». Обратите внимание, если вы заметили, то уже эти два круга будут отличаться друг от дружки своими краями. Чтобы увидеть это более подробно, я могу воспользоваться следующими настроечками. Я должна увеличить свой документ. В левом нижнем углу у меня масштаб документа. Я могу изменить его прямо отсюда, убив значение 200. Нажимаю «Enter» и у меня увеличивается изображение в два раза. Обратите внимание, что данные круги отличаются тем, что сглаженность присутствует и сглаженности нет. Так как программа рисует фигуры попиксельно, у нас стоит документ из пикселей, то прямоугольник по квадратикам нарисовать намного проще. У нас выходов за пределы квадратика нет. То есть мы рисуем четко по клеточкам. Если же мы будем рисовать круг по этим плеточкам, мы должны все равно каким-то образом выходить за пределы квадратиков или рисовать таким образом, прокрашивать эти квадратики в пиксели наши, чтобы получилась фигура в форме круга. Но вот в первой фигуре у меня при детальном рассмотрении я поставлю больше масштаб, еще больше. Вы увидите, что пиксели чуть бледнее выходят за пределы круга. Здесь же никаких переходов нет. Я вижу четко границу закрашенных пикселей в фигуре и фон. Поэтому антиалайз – это сглаживание границы или отсутствие такового в нашей фигуре. Поэтому в зависимости от того, какой результат вы планируете получить, вы будете добавлять параметр антиалайз или убирать его, если вам нужны очень четкие границы, вот достаточно такие четкие пиксельные границы в вашей фигуре. Напоминаю еще раз, что в прямоугольнике этот параметр не активен, поскольку он там не нужен. Он нужен только у скругленных фигур, когда они рисуются в более произвольных форм, например. Итак, мы рассмотрели эти параметры. Тут же тот же параметр style у нас есть. Фиксированный размер, фиксированная пропорция и фиксированный размер точно так же настраиваются, как и у прямоугольника. Поэтому еще раз рассматривать их нет необходимости. Мы перейдем к следующей фигуре. Следующая фигура используется в том случае, если мы хотим нарисовать линию толщиной в один пиксель, у нас будет вот такой пунктир появляться. На самом деле мы видим просто пунктирную линию. Как же мы ее можем использовать? Я беру кисточку и прокрашиваю вдоль этой линии. Снимаю выделение. Ctrl D точно так же. И я вижу линию толщиной в один пиксель. Это горизонтальная линия. Поскольку я выбрала инструмент Single Row Market Tool, горизонтальная линия толщиной в один пиксель. Аналогично работает инструмент Single Column Market Tool, но рисует вертикальную линию толщиной в один пиксель. Я ее точно так же могу прокрашивать. Здесь есть логические операции. То есть я могу прорисовывать эти линии где угодно и прокрашивать их потом. Или большим инструментом, или прокрашивать другими способами. Вот я прорисовала. И каждый раз, когда я выбираю инструменты выделения, геометрическое какое-то выделение, или прямоугольники, или овалы, или линии толщиной в один пиксель, я могу использовать логические операции для создания более сложных фигур. Каким образом это делать и когда это можно использовать. Итак, вернемся к нашему новому документу чистому. Очищаем все по хистере и рассматриваем следующее. На чистом белом документе рисовать геометрически правильную фигуру бывает очень сложно. Мы можем где-то не соблюсти отступы, где-то не соблюсти размеры, геометричность, симметричность, потому что на чистом белом листе без какой-либо разметки это сделать достаточно сложно. Новичку, ну и даже и не новичку. Поэтому существует очень такая хорошая хитрость, как разметка документа. Размечать мы можем следующим образом. Мы заходим в меню View и выбираем параметр Rules. Итак, мы запустили в нашем документе линейку. Линейка отображается по верхней границе и левой границе нашего документа. Мы видим начало отсчета этого документа от левого верхнего угла. Поэтому дальнейший отсчет начинается именно с этой нулевой точки. Когда мы вводим в нашем документе курсора, мы видим на нашей линейке метки, которые указывают на каком значении мы остановились. Поэтому рисование дальнейших геометрических фигур каких-либо выделений мы можем четко уже отслеживать и их размеры, и их расположение на данной линейке. Если же по линейке не особо удобно ориентироваться, я снимаю данное выделение клавишей Ctrl-D, запоминаем ее, она очень удобна для быстрого снятия выделения. Я могу с нашей линейки вытянуть направляющие линии. Что такое направляющие линии? Я зажимаю мышку, вытягиваю на поле с линейки эту линию. Это вот такая линия, которая позволяет в документе по этой базовой линии выстроить любые фигуры, любые слои, которые мы будем в дальнейшем использовать. Она является базовой линией для выравнивания каких-либо объектов в нашем документе. Я могу вытащить горизонтальную линию с верхней линейки или же вертикальную с левой боковой линейки и установить на той отметке, которая мне необходима. Я по линейке могу отслеживать, на каком расстоянии от края листа или от середины я хочу разместить эту направляющую линию. При печати документа направляющая линия не печатается, поэтому вы можете ее устанавливать без проблем. В документе столько, сколько вам необходимо. И уже по ним дальше ориентируясь выставлять новые фигуры. Посмотрите, когда я буду рисовать прямоугольное выделение, и у меня края подходят очень близко к направляющим, они начинают прилипать к этим направляющим линиям. То есть у меня включена функция прилипания выделенных областей к направляющим линиям. Они как бы подпрыгивают и прилипают к этой линии. Если это необходимо, эта функция уже по умолчанию включена. Если же вам эта функция мешает, неудобно, вы можете ее отключить, сняв галочку с параметра Snap. Snap – это и есть прилипание. Но тут же есть параметр Snap to. Посмотрите, к чему может прилипать любой выделенный объект. Выделение, которое вы создаете, может прилипать к направляющим гайд, к слоям, к краям документа. Бывает это необходимо, чтобы прилипал объект к краям документа, а иногда это очень мешает работе. Поэтому вы можете снять параметр прилипания к краям, и объект будет спокойно располагаться возле края документа, но не будет прыгать к самой его границе. Поэтому, если Snap привязка мешает, мы можем ее отключить прилипание. Если же она необходима, мы ее оставляем так, как она есть. Итак, возвращаемся к нашим направляющим. Направляющие – это Guides. Guides – направляющие можно настроить нужным нам образом. Итак, команда Log Guides. Она блокирует направляющие линии, которые мы уже установили в нашем документе. Итак, нажимаю и выберу инструмент, который необходим для перемещения. Чего-либо. Инструмент Move. Итак, смотрите, я не могу ничего сдвинуть, поскольку у меня заблокировано. Если я сниму эту блокировочку, наведу курсор на направляющую, я могу ее сдвинуть на нужное мне расстояние. Опять блокирую Log Guides. И опять у меня данная фигура не двигается, поскольку все заблокировано. Для чего нужна блокировка направляющих линий? Если вы уже установили эти линии в документе как базовые линии для выравнивания чего-либо или для разметки, вы, пользуясь какими-то слоями, фигурами, перемещая что-либо в своем документе, можете случайно сдвинуть направляющую линию, которую вы уже выставили. Можете это сразу не заметить, и у вас собьется вся композиция на этом листе. Поэтому блокировка этих направляющих линий защитит вас от ненужного смещения данных линий. Возвращаемся к нашим направляющим. Я снимаю блокировку. Можно очистить направляющие в нашем документе. То есть они все удалятся. Они удалятся навсегда с нашего документа. Та разбитка, которую мы уже установили. Но если вам вдруг не надо удалять направляющие, но они вам в данный момент мешают видеть документ в его реальном состоянии, они отвлекают вас эти линии, вы можете просто сделать их невидимыми на какое-то время. Итак, команда шоу «Отобразить» позволяет снять отображение именно с направляющих. Я снимаю галочку «Guides», и смотрите, в документе в моем невидимыми стали именно направляющие линии. Они не удалены, они просто для нас не видны в данный момент. Повторное нажатие «View», «Show» команда «Guides» возвращает видимость этих линий. Тем самым мы можем опять, ориентируясь на них, выстраивать свои объекты в нашем документе. А если мы все-таки решили их удалить, команда «Clear Guides» их удаляет. Итак, что делать, если мне надо установить в документе направляющий на каком-то очень определенном параметре, от края листа или же четко по центру на какой-то метке на нашей линейке. И когда я навожу на линейку, я могу взбиться на доли миллиметров. Поэтому четкой уверенности, что я абсолютно попадаю в нужное мне значение, может и не быть. Чтобы этого не произошло, я могу выбрать команду «New Guide» – «Новое направляющее». У меня появляется окошко, в котором я должна установить направляющую какого типа я хочу разместить в документе – горизонтальную или вертикальную. Допустим, я выберу горизонтальную, и мне надо указать, на какой позиции на линейке она у меня должна быть. Мне нужна направляющая на позиции 10 сантиметров, поэтому я сюда убиваю значение 10. Нажимаю «Ок» и моя направляющая по горизонтали у меня размещается на отметке 10 сантиметров. Тем самым я абсолютно точно буду уверена, что размещена линия там, где я и ожидала. Аналогично можно настроить и вертикальную направляющую. Итак, я указываю позицию, допустим, 16. Нажимаю «Ок» и четко на 16 сантиметрах я разместила вертикальную линию, которую я потом, в дальнейшем, если линии не заблокированы, я могу перемещать на любую другую отметку на моей линейке, не меняя расположение остальных линий. Если мне направляющая только эта не нужна, только вертикальная, а две горизонтальных я планирую использовать и дальше. Как убрать одну направляющую или две, если остальные нужны? Я навожу курсор на эту направляющую и затягиваю ее назад на линейку. Именно на линейке я ее отпускаю. Она пропадает. Если одна или две направляющие не нужны, а остальные, которые мы используем в документе, нужны, то удалением мы можем удалить только все направляющие или скрыть все. А отдельно взятую направляющую можно затащить на линейку для того, чтобы она пропала с документа. Если мы не дотащим, она останется где-то в документе, тем самым будет нас отвлекать или мешать. Вот для чего нужны направляющие. Но когда мы работаем, выстраиваем направляющие в документе, нам линейка нужна. Но она нужна не постоянно, поэтому ее можно как включать, так и отключать в документе. Поэтому повторное нажатие View Rules, Ctrl-R, комбинация клавиш, которая позволяет быстро вызвать или быстро убрать линейку в документе. Итак, я нажимаю Ctrl-R, у меня появляется линейка в документе. Нажимаю Ctrl-R и она исчезает. Достаточно удобно для того, чтобы быстро вызвать необходимый инструмент. Итак, очищаю документ от направляющих и рассмотрим еще одну настройку, разметку листа. Таким образом, чтобы мы не строили какие-то разметки для построения геометрических фигур, более сложных. Поэтому есть очень хорошая настройка, которая называется сетка. Я захожу в меню View, Show команду и выбираю параметры Grid. Grid – это сетка. Мы видим, на нашем документе появилась разметка в виде сетки. Сетка состоит из более крупных клеток, которые в свою очередь разбиты на более мелкие. Мелкие клетки разбиты на клетки 4х4. Заметили, что каждая крупная клетка имеет более четкие границы и более мелкие границы нечеткие для самых мелких делений. Итак, я рисую прямоугольник. Он у меня уже по привязке прыгает по каждой клетке моей разметки. Это очень удобно для прорисовки, очень четко по клеточкам фигуры, если это необходимо. Если отвлекает эта привязка, и она не дает простроить фигуру нужных размеров, эта привязка отключается, особенно от сетки. Если нам не нужно именно по сетке, я говорю Snap to Grid – отключить. И теперь я могу рисовать любую фигуру, уже не привязываясь к данной сетке. Но я ее вижу, и она позволяет мне построить более правильные фигуры, которые мне необходимы в этом документе. Если же все-таки удобнее работать по привязке, то мы ее, привязку к сетке, включаем повторно. Тогда рисуется строго по клеточкам. Смотрите, выбирайте, удобно вам это или нет. Итак, я сейчас покажу, как нарисовать геометрическую фигуру из прямоугольных выделений, пользуясь разметкой в документе и пользуясь логическими операциями, которые мы сегодня рассмотрели. Итак, мы будем пользоваться логическими операциями добавления и вычитания из уже имеющихся областей. Итак, я нарисую центральный прямой квадрат. Квадрат, который будет базовым центральным ключевым элементом в нашей фигуре. К нему я добавляю угловые элементы. Вот таким вот образом. Обязательно соблюдайте симметрию. Поэтому, если вы делаете отступы на фигуре с одной стороны на какое-то определенное количество клеток, делайте такое же количество отступов и с другой стороны. Тогда у вас фигура будет более симметрична. Вот таким образом очень удобно создавать более сложную фигуру. Из этой фигуры я начну вычитанием создавать вот такие вот прорези каждой из фигур. Определенные расстояния от края. То есть, если у меня две клеточки от края каждого, в каждом прямоугольнике, я их соблюдаю и для остальной фигуры на две клеточки от края. Очень удобно, пользуясь этой разметкой, создавать какие-то построения. Прорезаю серединку. Опять же, соблюдая параметр две клеточки толщина. Вот такая фигура у меня получается. Я могу, пользуясь теми же логическими операциями, сделать надсечечки угловые с каждого угла. Здесь я отрезаю по одному квадратику с каждой стороны. Вот таким образом я могу создать более сложную фигуру. Добавляю. Я могу добавить, допустим, какую-то более сложную фигуру внутри. Я создаю вот такой вот контур. Прокрашиваться кисточкой будет только то, что находится внутри моей области выделения. Вот такая фигура у меня получилась. Снимаю выделение Ctrl D. Я убираю сетку, подскоку она меня отвлекает от фигуры. Вот такая вот фигура получилась. Согласитесь, что нарисовать без разметки геометрически правильно эту фигуру будет сложновато. И насколько просто это все создается по разметке, которая у нас есть. Сетка. И если у вас не такая сложная фигура, можно пользоваться направляющими. Итак, это самая простая фигура, которую вы попробуете проделать самостоятельно при проработке данного урока. Итак, мы рассмотрели, как же создаются более сложные выделения или самые простые при помощи самых простых выделений прямоугольных, овальных или же выделений в один пиксель толщиной. Сейчас мы обратим наше внимание на данный документ. Это уже изображение готовое, которое расположено на однородном фоне. В данном случае это очень удобно для работы, поскольку фон достаточно просто выделить. Но если мы хотим выделить утку, согласитесь, что прямоугольные и овальные выделения нам здесь не помогут. Мы не выделим произвольную фигуру такими геометрическими инструментами, как прямоугольное и овальное выделение. На помощь нам придут специальные инструменты, которые позволяют создавать произвольный контур выделения. И мы рассмотрим сейчас группу инструментов Лассо. Лассо – очень удобные инструменты для произвольных выделений таких либо областей. Итак, рассмотрим, как работает инструмент Лассо. Ту, который вызывается горячей клавишей L. Обратите внимание, что любое Лассо можно вызвать этой клавишей, просто они отличаются по своему действию. Итак, инструмент Лассо. Для того, чтобы создать выделение этим инструментом, мы зажимаем мышку и, не отпуская, ведем по контуру. Но обратите внимание, что вы должны вести по контуру мышкой и стараться не сильно отклоняться от данного контура, то есть максимально в него попадать. Согласитесь, что мышкой на первых порах это можно сделать не совсем точно. Это очень удобно выполнять, если вы пользуетесь графическим планшетом, поскольку перо позволяет более точно попадать по контуру, прорисовывая его. И инструмент Лассо для графического планшета – более удобный инструмент. Для мышки данный инструмент не совсем удобен, поскольку достаточно ловко провести мышкой по контуру какого-то объекта. В данном случае у нас несложный объект, и контур у него достаточно простой, но попасть в него не совсем реально. Поэтому, если вы хотите воспользоваться инструментом Лассо, очень удобно использовать какую-то область, быстро выделить ее при помощи Лассо. Можно без каких-либо проблем. Если же вы планируете выделять контур этого объекта, а не быстрое выделение какой-либо части его, инструмент Лассо – не самый удобный инструмент. Но рассмотрим параметры инструмента Лассо. У него точно так же есть логические операции. Логические операции, которые позволяют добавлять, вычитать различные области из уже выделенных. Параметр ФИЗа точно так же и сглаживания. Любые инструменты выделения аналогичны в настройках, тем, которые мы уже рассмотрели. Итак, перейдем к следующему параметру – полигональное Лассо. Полигональное Лассо отличается от обычного Лассо тем, что мы при помощи небольших отрезков можем прокладывать какие-либо области для выделения. Чем меньше будут эти отрезки, тем точнее мы попадаем в контур, даже более сложные. Поэтому все будет зависеть от того, насколько кропотливо вы пройдетесь по контуру. Если же вы хотите просто задать какую-то область, не вдаваясь в детали, то вам достаточно какими-то более произвольными щелчками задать область для выделения. Видите, можно как более четко попадать, так и произвольные области. Они более угловатые будут, поскольку полигональное Лассо – это построение отрезков как в геометрической фигуре. У этого Лассо точно такие же параметры, как и у обычного Лассо. Поэтому и логические операции, и физы точно так же настраиваются. При помощи Лассо можно создавать и просто какие-то геометрические фигуры. Для выделения эта область будет выделяться. То есть уже не прямоугольные, а какие-то более угловатые, многоугольные фигуры. Такие вот мы можем создавать при помощи именно этого инструмента. Обратите внимание, что когда я приближаю курсор к начальной точке, возле курсора появляется кружочек. Он указывает на то, что я в данный момент могу замкнуть мой контур. Тогда контур будет замкнутый. Вот таким вот образом. Если же вы сбились, где начальная точка, и вы ее найти не можете, то двойной щелчок замыкает этот контур. Обратите внимание, сразу же появляется. Двойной щелчок мышкой замыкает контур автоматически. Если вы щелкнули лишний раз контур, не два раза, а три, и выделение у вас может пропасть, вот таким вот образом какое-то выделение, которое вы можете создавать, и у вас случайно оно снялось, вы его всегда можете вернуть командой reselect. То есть не отчаивайтесь, если оно у вас пропало, вы его всегда можете вернуть данной командой. Итак, инструмент полигональное лассо как альтернатива обычному инструменту лассо. Если вы не можете справиться с обычным лассо, создать более точный контур, то можно воспользоваться полигональным. Но более удобным из этой группы считается инструмент магнитное лассо. Почему называется инструмент магнитное лассо и чем он так удобен? Программа сама, анализируя цвета, по которым мы проводим мышкой, создает границы цветов, и по этой границе прокладывается контур нашего выделения. То есть в данном случае у нас желтая утка, белый фон. На границе данных цветов и будет прокладываться контур нашего выделения. Мне достаточно щелкнуть первый раз на этом контуре, и дальше не нажимая мышкой, я веду вдоль контура, просто провожу мышкой, стараясь не сильно отклоняться от границы. И программа сама прокладывает, как бы прилипая к этому контуру, сама прокладывает границы нашего выделения. Поэтому инструмент назван магнитное лассо, тем самым подтверждая вот это вот прилипание к контуру объекта. Это не значит, что программа видит, что у нас изображена утка. Программа видит, что этот документ покрашен белым, черным, красным и желтыми цветами. Видите, появляется замыкающий такой вот кружочек. Я нажимаю, и у меня замкнулся контур. Более удобное создание, чем предыдущими инструментами лассо, более удобное создание контура, более удобное в поведении мышкой лассо. В данном случае мы без труда создали область выделения произвольную, не геометрическую, только лишь проведя мышкой по границе данного объекта. Но обратите внимание, что инструмент более сложные настройки имеет. Кроме логических операций, параметра физы и антиалайз, у нас появились еще такие параметры, как width, contrast и frequency. Начнем с параметра frequency. У нас стоит значение 57. Для чего это значение уже установлено? Оно установлено для того, чтобы определять частоту контрольных точек. Вы обратили внимание, когда я веду вдоль контура, точки появляются через определенный промежуток. Но так как у меня достаточно простой контур, мне не требуется расставлять точки достаточно густо. Но если объект будет более сложным, частота контрольных точек нужна более плотная. Поэтому если мы поставим максимальное значение, это 100, то есть я могу пить с клавиатурой значение 100 или же наведя на параметры frequency мышкой потянуть влево или вправо, чтобы уменьшить или увеличить значение. Итак, я установила частоту точек 100. Обратите внимание, насколько отличается данная плотность контрольных точек от предыдущих намного плотнее. И если контур у меня более сложный, его более удобно будет выделять именно с такой плотностью контрольных точек. Дальше. Параметры width и contrast. Они используются в том случае, если у вас недостаточный контраст на изображении. Или же вы хотите изменить этот параметр, чтобы более точно определялся контур вашего объекта, если нет достаточного контраста между самим объектом и фоном. Вы будете менять значение на то, которое позволит вам проложить контур более правильно. И параметр width. Он необходим в том случае, если мы немножечко отклоняемся от контура. Обратите внимание, если я даже отвожу мышку в сторону чуть больше, у меня все равно прилипает граница выделения к самому контуру. То есть в пределах 10 пикселей контур мой остается по контрасту этих двух цветов. Если же я уже больше начинаю отклоняться, у меня уже идет отклонение от самого объекта. Вот таким вот образом мы можем регулировать, насколько мы можем мышкой отклоняться от контраста этих цветов. Если надо установить параметр больше, мы можем задать значение width и побольше. Тогда мы сможем чуть больше отклоняться от границы. Таким образом мы будем создавать более сложные контуры, более простые, но уже без каких-либо сложностей в создании, поскольку полигональное и обычное лассо не позволяют достаточно четко проложить границу, поскольку лассо обычное подчиняется движению мышки, а полигональное все-таки будет иметь какие-то угловатости, поскольку мы создаем объект из отрезков. Следующий инструмент, который мы рассмотрим – волшебная палочка – magic wand. Данный инструмент позволяет выделять любые области на основе анализа цвета. Итак, рассмотрим, что же делает инструмент Magic Wand и как он выделяет цвета в документе. Итак, мы видим утка желтая, фон белый. На этом белом фоне утка достаточно хорошо видна. Я беру инструмент «Волшебная палочка» и нажимаю на каком-то участке на утке. Допустим, вот здесь. У меня выделяется на документе определенная область. Обратите внимание, не все выделилось и не все цвета. Цвета отличаются чуть темнее, чуть светлее. И вот как же инструмент определяет, какую область выделить, какие цвета будут включены в нее. Это все зависит от настроек, которые мы видим на панели опций. От параметра Tolerance, который у нас установлен вверху, мы можем изменять настройки по этому параметру. Именно он включает в себя цветовой допуск. Чем больше Tolerance, тем больше цветов будет включено в выделенный диапазон. Итак, я снимаю выделение. У меня было Tolerance 32. То есть я начинаю увеличивать Tolerance до, пускай будет 71. Нажимаю и область, заметьте, увеличилась. То есть количество цветов, которые я допускаю в диапазон выделения, увеличилось. Поэтому небольшие изменения в цвете, где-то он чуть темнее стал желтый, где-то он стал чуть светлее, он тоже включен. Поэтому область выделения увеличивается в зависимости от того, какое значение в Tolerance я допускаю. Снимаю выделение и начинаю наращивать Tolerance дальше. Доходим до 150. 150. Увеличиваем Tolerance практически вдвое. Я нажимаю на том же участке. Я вижу, что практически вся утка, желтый цвет, весь выделен, даже включая вот такие коричневатые области, которые отличаются от того участка, который я нажимала. Поэтому Tolerance 150 уже расширяет цветовой диапазон настолько, что включаются и цвета, более отличающиеся от того, который я выбрала. Снимаю выделение, начинаю наращивать Tolerance и убиваю значение 200. Обратите внимание, что сюда начинают попадать небольшие какие-то фрагменты красного, белого. И утка по контуру практически вся выделена. Чем больше Tolerance, тем больше цветов у нас включено. Максимальное значение Tolerance 255. Снимаю предыдущее выделение и нажимаю повторно. Обратите внимание, что и красные, и белые, и черные цвета включаются в диапазон выделения цветов. Поэтому делаем вывод, что параметр Tolerance указывает, насколько похожим или не похожим будет включенный цвет в наш диапазон выделения. Если мы хотим выделить максимально похожие цвета к тому цвету, который мы выбрали, мы будем ставить Tolerance поменьше. Если же мы хотим выбрать цвета, которые будут существенно отличаться от того цвета, который мы планируем выделять, мы ставим диапазон больше. Именно от этого параметра и будет зависеть то, какую область мы хотим получить в результате по размерам, по выделениям. Минимальные, от 1 до 10, это будут наиболее похожие цвета. Когда же мы ставим уже побольше значения, то цвета существенно увеличиваются. Именно цветовая гамма. Поэтому от этого параметра и зависит работа нашего инструмента. Параметр Anti-Alyse мы уже знаем, лынческие операции мы уже тоже рассмотрели. Итак, нужный нам параметр, такой как Contiguous, что делает данный параметр. Я верну значение 30 для Tolerance и смотрим. Область, которую я выделяю, достаточно похожая по тону цвета. И теперь я отключаю параметр Contiguous. Я снимаю выделение, отключаю параметр Contiguous и нажимаю на том же участке, где нажимала прежде. И теперь у меня выделяются не только цвета, которые прилегают к тому участку, который я выбрала, но и остальные похожие по цвету участки в этом документе. Поэтому параметр Contiguous отвечает за то, что выделяются или только прилегающие цвета к тому участку, который я выбрала, или если мы отключаем данный параметр, то выделяются все похожие цвета во всем документе. Это зависит от того, хотим ли мы выбрать все цвета в документе или определенный какой-то фрагмент. Именно от этого и зависит, ставить нам параметр Contiguous или отключать. Итак, следующий инструмент, который выпадает у нас из группы выделений, мы рассмотрели Magic Wand, быстрое выделение Quick Selection. Данный инструмент позволяет захватывать похожие по цвету области, тем самым создавая какие-то контуры. Итак, посмотрите, мы достаточно быстро выделили контур утки. Очень быстро, просто проведя по тем цветам, которые мы хотим включить в выделение. Автоматически по умолчанию ставится параметр Добавление логических операций. Это тоже логические операции, только первый значок обозначает новое выделение, с плюсом значок Добавление, с минусом Вычитание. Если мы хотим вычесть какую-то область, мы проводим инструментом Вычитание и вычитаем данные области, исключаем из выделения. Вот таким вот образом мы можем отрезать какую-то часть. Ну или опять же таки Добавление, если мы какой-то фрагмент хотим добавить. Здесь можно настраивать инструмент как кисточку, размер можно регулировать. Посмотрите внимательно, здесь регулируется Size, жесткость, размер, жесткость. Как настраивается как кисточка, Space, расстояние можно делать более приплюснутым, можно включать поворот и так далее. То есть я могу настраивать данный инструмент как и кисточку, которую мы рассмотрели на прошлом занятии. От размера данного инструмента будет зависеть то, как быстро мы пройдемся по всем областям, которые нам необходимо выделить. Поэтому, когда мы создаем более сложное выделение, мы ориентируемся на то, каким инструментом нам проще будет создавать эту выделенную область. Поэтому, чтобы выделить эту откуп быстро достаточно, мы можем воспользоваться быстрым выделением. Опять же таки, для создания контура более сложного проведением по всем цветам, я могу эту же операцию сделать и другими способами. Есть волшебная палочка. И волшебная палочка, если начну выделять утку саму, это будет очень долго. Потому что попадание во все цвета, добавление этих цветов будет вызывать массу каких-то неудобств. Чтобы создать быстрый контур выделения утки самой, мне достаточно выделить просто белый фон. Белый фон выделяется очень быстро. И здесь очень важно, чтобы у нас стоял значок Contiguous. Обратите внимание, что произойдет, если мы этот значок снимем. Я снимаю выделение, галочку Contiguous сняла, и начинаю выделять белый фон. И обратите внимание, что вместе с белым фоном выделяются еще и белые глаза. То есть, если я начну перекрашивать фон, у меня будет закрашиваться и часть изображения на утке, которую я не хочу выделять. Поэтому очень важно, чтобы параметр Contiguous здесь был установлен. Тогда у меня выделяются только прилегающие к моему цвету участки, и я быстро выделила фон. Но мы ведь хотели выделить утку, а не фон. Поэтому я просто быстрой командой Inverse выделение свое обращаю в противоположное, и у меня получается выделение объекта очень быстро и достаточно просто. Но это удобно делать, если фон у нас однородный, то есть какого-то одного цвета. Если фон достаточно пестрый, волшебной палочкой выделять его надо будет очень долго. Итак, мы рассмотрели выделение при помощи волшебной палочки. Очень удобно, быстро и достаточно практично. Мы рассмотрели лассо, которое тоже помогает или быстро выделить какие-то фрагменты, или достаточно четко по контуру пройтись, чтобы создать выделение. И мы рассмотрим еще один нужный хороший инструмент, который называется Crop Tool – обрезка. Данный инструмент необходим в том случае, если мы планируем отсечь лишние участки на нашем изображении, то есть выполнить кадрирование. Допустим, у меня изображение утки в полный рост, а мне надо сделать ее портрет. То есть портретное состояние подразумевает отсечение всех лишних участков, которые мне не нужны. Итак, этим инструментом я провожу область, которую я планирую оставить в документе. Я отпускаю мышку и у меня появляются две области. Одна светлая, которая будет оставлена, вторая более затемненная, которая будет удалена. Но прежде чем ее удалить, я имею возможность ее отредактировать. Вдруг я выбрала достаточно большой размер или достаточно маленький для портрета. Я могу подвигать его, этот участок, который я выделила, или же масштабировать его. Все это зависит от того, какие вы хотите получить результаты от кадрирования. Итак, я создала область, которую планирую сохранить, а остальное у меня будет обрезано. Посмотрите, в настройках затененная область будет отмечена темным таким цветом с непрозрачностью 75. То есть она будет полупрозрачная. Для чего нужна полупрозрачная? Для того, чтобы было видно, что под этой областью скрывается, чтобы не отсечь лишнее, или чтобы видеть, что ничего важного мы не отсекаем. Если я поставлю параметр перспектив, то я могу, двигая эти ползунки, искажать в перспективе какие-то настройки вот этой обрезки. Итак, если я планирую создать обрезку по данному контуру, я могу нажать галочку «Применить». Если меня что-то не устраивает в обрезке, я могу отменить данную функцию. Итак, что мы должны еще знать при создании обрезки? Мы должны учитывать первоначальные настройки данного инструмента до того, как мы начнем что-либо обрезать. Итак, параметры Width и Height – ширина и высота. Допустим, вы планируете распечатывать данное изображение, а потом получить фотографию какую-то, и вы можете указать нужные вам размеры. Мы привыкли, что фотографии имеют четкие определенные размеры. Допустим, мы хотим 10 на 15. Мы вобьем значение 10 на 15, и получим изображение, которое будет соответствовать четко размеру нашей фотографии. Допустим, так и сделаем. 10 вбиваем сантиметров в одно поле, 15 в другое. Что такое Resolution? Когда мы планируем обрезку, мы должны знать, где мы ее будем использовать, потому что это качество нашего изображения. И чем больше будет разрешение, тем выше будет качество. Особенно это необходимо для печати. Поэтому, если вы планируете просто для просмотра где-то на компьютере использовать данную обрезку, изображение, вы можете оставлять Resolution не слишком большой. Ну, то есть не меньше 72 пикселей на нем. Если же вы планируете печатать, то разрешение должно существенно быть увеличено. Смотрим. Ну, оставляем, к примеру, 100. Итак, я создаю область. Вот это у меня будет изображение, которое будет соответствовать фотографии 10 на 15. Если я подтверждаю, вот у меня получилось изображение, которое без труда разместится на фотографии 10 на 15. Отменяю действие обрезки. Хочу поменять и сделать горизонтальную 15 на 10. Я нажимаю стрелочку обмена параметров. И у меня уже будет изображение 15 на 10. Если оно мне подходит, я применяю. Если нет, отменяю. Если мне не подходят данные, значит, я опять же хочу оставить квадратик какой-то для обрезки. Я должна очистить поля и очищать поля. Я буду кнопкой клея. Очищаются все поля. Обратите внимание, я делаю обрезку. Применяю. И у меня обрезалась часть, все остальное удалилось. То есть изображение не меняется. Картинка не увеличивается, не уменьшается. Она просто меняет свои габариты. То есть она становится меньше, но размер утки на этом изображении не изменился. Если же мы откатимся назад по History и выберем параметры Front Image, у нас появляются в поле Width и Height параметры текущего изображения. То есть эти параметры у нас указаны как параметры данной картинки. Я создаю сейчас область. И обратите внимание, при применении этих параметров картинка увеличилась, поскольку размер самого документа не изменился. То есть картинка начала увеличиваться, а габариты документа остались те же. То есть когда мы нажимаем параметры Front Image, обрезка выполняется таким образом, что обрезанное изображение принимает размеры прежнего документа. Таким образом мы не теряем в размерах, но обрезаем все лишнее. Поэтому инструмент crop можно настраивать таким образом, чтобы он обрезал так, как вам необходимо будет, для дальнейшего применения этой картинки. Итак, отменяем нашу обрезку. Возвращаемся к первоначальному документу. Итак, мы рассмотрели инструменты для обрезки. Но на прошлом занятии, когда мы пользовались кистью, мы создавали какие-то изображения. Сегодня же мы рассмотрим, как создавать область, быструю область заливки, не пользуясь кисточкой, потому что существует целый ряд команд и инструментов, которые помогают ускорить процесс закрашивания каких-то областей. Итак, допустим, мы хотим поменять фон на нашем изображении. У нас белый фон, и нам он кажется скучным и неинтересным. Мы хотим полностью заменить цвет фона. Чтобы не выходила краска за пределы фона, нам необходимо создать область выделения. Я беру инструмент, выделяю весь фон. Теперь я могу быть уверена, что ни одна точка не попадет на утку, будет закрашено только все на фоне. Я, конечно, могу воспользоваться кисточкой и прокрашивать вот таким образом. Это очень удобно, быстро, но не совсем практично, если кисточка маленькая или не совсем удобно что-то прокрашивать. Поэтому мы отменим закрашивание инструментом кисть и зайдем в меню Edit, и у нас есть команда Fill. Команда Fill позволяет выполнить заливку выбранных нами областей при помощи вот несложных таких манипуляций. Мы будем выбирать, чем мы будем закрашивать наше изображение. Можно основным цветом выбрать, можно выбирать фоновый цвет, можно выбрать цвет, который мы захотим настроить самостоятельно. Не основной, не фоновый. Пускай, допустим, будет зеленый. Вот я выбираю этот цвет. И режим наложения мы уже на прошлом занятии рассмотрели. Мы оставляем Normal, Opacity 100, нажимаем ОК. Обратите внимание, буквально несколько нажатий мышкой, и у нас закрашена вся область, которую мы выделяли, тем цветом, который мы указали. Снимаю выделение и получаю готовый результат. Таким образом мы ускоряем процесс выполнения работы. Закрашивание фона не кисточкой. Ну, если это не совсем удобно делать кисточкой, то именно команда Fill очень удобна для работы с такими вот областями. Отменяю. И снимаю выделение. Итак, смотрите, что мы можем еще сделать, чтобы закрасить фон. И достаточно быстро. Мы возьмем такой инструмент, как Paint Bucket. Он находится в группе инструментов для редактирования и ретуширования. Итак, Paint Bucket – инструмент, который помогает закрашивать определенные участки изображения. Но у него есть сходство с инструментом, который мы сегодня рассмотрели. Это инструмент «Волшебная палочка». И обратите внимание, что параметр Tolerance точно так же указывает, какой цветовой диапазон будет у нас использоваться для закрашивания. Чем больше Tolerance, тем больше цветов будет включено в этот диапазон. Поэтому, если я выбрала какой-то цвет, нажимаю на определенном участке на упке, то в зависимости от Tolerance этот участок и будет закрашиваться. Больше или меньше мы будем регулировать. Закрашиваться будет основным фоном и основным цветом, или же узором. Посмотрите, паттерн позволяет прокрашивать каким-то узором, который мы выберем. Допустим, вот такой. Если я буду красить, то дальше уже красится узором. Итак, я могу закрасить весь фон сразу одним щелчком, а потому что фон однородный у меня, и очень быстро это все докрашивается. Если же цвета не совсем однородные, то мы можем регулировать Tolerance. Чем больше мы ставим параметр Tolerance, тем больше у нас цветов попадает в этот диапазон. Таким образом, мы можем очень быстро залить определенным цветом или узором нужную нам область. Итак, перейдем к практической части нашей работы. Мы попробуем поработать с изображением и выполним следующую работу. Вот у меня два изображения, которые я открою сейчас в программе Photoshop, перетяну их на рабочее поле. Итак, перед нами готовый документ, который мы получаем в результате окрашивания фона и манипуляции с кистями. Вот исходный документ, который мы и будем обрабатывать. Итак, нам надо заменить цвет фона и прорисовать на фоне кисточкой так, чтобы не попадать на сам объект, в том числе на яблоко, и преобразить немножечко картинку. Итак, с чего мы начнем? Мы можем закрасить фон. Нам надо просто подобрать цвет для фона. Итак, мы подобрали цвет, и так как мы будем пользоваться Paint Bucket ведерком, мы выбираем фон Foreground, основная заливка, и закрашиваем весь белый фон одним цветом. Вот таким вот образом. Но обратите внимание, у меня не прокрасились фрагменты беленькие, там, где не пристыковывается белый цвет к выбранному мною цвету. Поэтому я отменю действие сейчас и сниму галочку Contiguous. Теперь у меня все белые фрагменты прокрасятся так, как мне необходимо. Я закрасила весь фон одним щелчком. Теперь, что мне необходимо? Мне надо, чтобы выделялась только фоновая часть, потому что я буду рисовать именно на ней. Я возьму волшебную палочку и выделяю весь зеленый цвет, фоновый зеленый цвет, чтобы на нем можно было что-то рисовать. Беру инструмент кисть, настраиваю более темный цвет таким образом и подбираю форму для кисточки. И так как здесь нужной мне формы для кисточки нет, я захожу в библиотеки и выбираю инструмент, которым и буду рисовать. Вот какие-то разнообразные линии, которые я могу сделать при помощи кисточки, не попадая на само яблоко, прорисовывая только фон. Дальше я выбираю Special Effect Brushes, выбираю вот такую какую-то кисточку, меняю цвет, меняю размеры кисточки и создаю тем самым какие-то на фоне определенные рисунки. Можно менять цвет, чтобы задавать какие-то более интересные формы. И соответственно я преобразовала немножечко картинку, только лишь используя закраску фона Paint Bucket и при помощи кисточки я внесла некоторый декор в фон. Все достаточно делается просто, если вы выделите область, которая вам нужна для работы, чтобы не попадать на другие участки инструментом, тем самым не мешая работе с самим объектом. Яблоко остается незакрашенным, изменяется только фон. Итак, вернемся к нашему документу. Чистому документу. Итак, что мы еще должны сделать? Мы должны научиться изменять выделение, которое мы уже создали. Допустим, мы создаем какую-то область определенных размеров и теперь нам надо ее несколько видоизменить, увеличить, уменьшить, сгладить края и так далее. Для этого у нас есть в меню Select команда Modify. Команда Modify выполняет различные модификации контура, самого контура нашего выделения. Итак, параметр Border. Параметр Border создает вокруг нашего контура рамку толщиной в то количество пикселей, которое мы укажем. По умолчанию стоит 4. Мы поставим 10 пикселей, нажимаем ОК. Образуется рамка. Вот таким образом очень быстро просто создать рамку. Если мы хотим увеличить изображение или уменьшить, мы будем пользоваться двумя командами. Expand увеличивает на определенное количество пикселей. Ну, возьмем, допустим, 15, чтобы нам было видно, как изменяется. ОК. У нас увеличилась область. Обратите внимание, немного срезаются углы. При увеличении во все стороны углы, вот есть такой инстатокон, они немного срезаются. Противоположное действие Contract, мы укажем 25, допустим, пикселей, и наше изображение уменьшается. При уменьшении никаких срезов у нас на углах нет, поэтому тут все нормально. Если мы выберем команду Smooth, у нас будет просто сглаживаться углы. Независимо от того, сколько углов в фигуре, они все будут скруглены. Мы должны только указать, на какое количество пикселей. Выберем 15 пикселей. ОК. Если мы будем говорить про отличие команды Smooth от команды FISA, то здесь размытия как такового нет. мы просто видим, мы просто видим, что у нас скругляются углы. Обычное скругление углов. И все. Размытия контура при этом нет, как у команды FISA, потому что скругление выполняется без размытия. Если же мы захотим использовать команду FISA, после того, как мы уже применили, поскольку я говорила, что FISA настраивается до создания выделения. Допустим, мы хотим создать какой-то интересный эффект размытия, но у нас уже создано выделение, и мы можем зайти в меню Modify, выбрать команду FISA. Она включена в модификации, и тем самым мы можем модифицировать наш контур уже после того, как мы его создали. Поставим 10 пикселей. ОК нажмем. И теперь, прокрашивая область, у нас получилось вот такое вот размытие. Значит, FISA можно настраивать как до создания области, так и после при помощи команды Modify. Поэтому возможно модифицирование контура уже после его создания. Достаточно удобно. Итак, создаю новое выделение. Создаю новое выделение. И, допустим, я его создала достаточно большое, но оно у меня размещено именно там, где мне необходимо. И создавать по новой, мне его абсолютно не хочется и будет долго. Поэтому я могу трансформировать контур выделения. Не область внутри, а именно контур. Для этого я захожу в меню Select и нахожу команду Transform Selection. Трансформация контура выделения. У меня появляется габаритный контейнер, который можно настроить так, как мне необходимо. Я могу уменьшить по высоте, я могу изменить по ширине, я могу изменять одновременно и ширину и высоту, если я пользуюсь угловыми маркерами. Причем пропорция не соблюдается, я могу масштабировать абсолютно произвольно. Могу перемещать, могу вращать. Обратите внимание, если я навожу курсор за пределы контейнера, появляется скругление на стрелке, тем самым я могу вращать относительно вот этого центра. Центр можно переместить и вращать относительно него. То есть вращение будет относительно этого центра. Поэтому при перемещении фигуры, обращайте внимание, что за центр не тянуть, потому что у вас будет смещаться центр, но не сама фигура. А именно относительно него происходят всевозможные вращения и деформации. Если вам все подходит, нажимайте применить. Таким образом мы применили те трансформации к контуру, которые нам необходимо было выполнить. Именно командой Transform Selection мы можем выполнять различные изменения в нашем контуре. Изменения могут выполняться и при помощи специального значка, который позволяет деформировать наш контур более произвольно. Вот таким вот образом. Тогда получится более сложное выделение. Применяем вот такой вот контур. Я могу его потом перемещать куда угодно, но трансформация именно контура у меня выполнена. Поэтому, если вы создали не совсем тот контур, который вы ожидали получить, его всегда можно трансформировать, настроить при помощи команды Transform Selection, которая находится в меню Select. Итак, я снимаю выделение и мы научимся сейчас при помощи тех способов выделения объектов, которые сегодня рассмотрели, создавать собственную кисть. Как это делать, мы сейчас рассмотрим. Итак, мы научимся создавать собственные кисти. Для того, чтобы у нас получилась собственная кисть, мы должны выбрать объект, который мы хотим использовать в качестве кисти. В данном случае я беру тот же инструмент утка, изображение утки и на его примере рассмотрим, как же создать новый. Итак, создаем выделение. Я выделяю фон, Ctrl-Shift-I инвертирую его, у меня появляется контур моей утки, которую я буду использовать в качестве кисточки. Что я делаю дальше? Я захожу в меню Edit и выбираю команду Define Brush Preset. Данная команда позволяет сохранить изображение, как новый элемент для кисточки, который мы в дальнейшем можем настроить. Итак, я выбираю данную команду. У меня появляется значок новой кисти, и я должна дать имя, которое я хочу для данной кисточки. Назовем ее 1. Ок. Снимаю выделение. Ctrl-D. Возвращаюсь к новому документу, в котором я буду рисовать этой кисточкой. Я беру инструмент кисть, и из списка моих кистей самым последним нахожу изображение моей утки. Обратите внимание, утка создалась кисточкой в натуральную величину. Если я сейчас буду нажимать этой кисточкой в документе, у меня вот такая получается достаточно светлая кисточка в натуральную величину. Я могу изменять размер и делать ее меньше, больше, как захочу. Вы спросите, почему такая бледная кисточка? Достаточно бледная она получилась только из-за того, что мы использовали светлый элемент для кисти. Чем контраст больше будет у вашей кисти, тем четче она будет отпечатываться. Поэтому, если вы хотите, чтобы кисточка была максимально четкой, берите более контрастное изображение. Даже если мы возьмем черный цвет, более контрастная будет у нас утка, но она у нас все равно будет получаться такая вот полупрозрачная, из-за того, что достаточно светлым был объект при создании новой кисти. Как настраивать теперь данную кисточку? Очень просто. Мы рассмотрели на прошлом занятии массу настроек кистей, и все они абсолютно подходят для вашей новой кисточки. Мы можем изменять спейсинг расстояния между элементами, мы можем отзеркаливать по осям различным, мы можем настраивать все, что угодно. Можно делать отзеркаливание свободное, мы можем повороты не включать, то есть у нас не будут вверх ногами эти утки, но мы можем настраивать и размеры, и округлости, и все, что угодно. Поэтому то, насколько они будут разбросаны друг от дружки, или насколько они будут кучно располагаться, или они будут по цвету отличаться, все это будет настраиваться точно так же, как мы настраиваем самую обычную кисточку. Итак, смотрите, мы рисуем вот у нас уже кисточки. Если мы будем выбирать какие-то цвета произвольные, основной фоновый цвет, я ставила цветовую динамику, у меня будут изменяться они еще и по цвету. Или же мы настраиваем необходимые цвета, так как у меня был первый вариант черно-белый, здесь цветовой динамики не наблюдается, а во втором случае у меня уже выполняется изменение по цвету. Все это можно настроить. Вот такая вот получилась у нас своя кисточка. Но как работать дальше с кистями, и как создавать более интересные работы при помощи кисточек, мы сейчас рассмотрим на следующем примере. Итак, у меня есть вот такая картинка. Мы попробуем с нуля создать точно такое же изображение, пользуясь только лишь кистями. Кистями и заливками. Итак, прежде всего мы подберем сейчас цвет для нашего документа. Вот такой вот синий цвет я подбираю, который будет использоваться в качестве фона для всего документа. Итак, я беру заливочку и закрашиваю весь документ. Теперь мне необходимо отделить нижнюю часть, которая вот такая полупрозрачная, которая имитирует у нас какой-то лед. Лед мы сделаем при помощи прямоугольного выделения. Вот таким вот образом отделив часть, мы настроим кисточку. Вернемся к кисточке. Сделаем ей мягкие края. Максимально большую сделаем кисточку, чтобы оставить мягкий след и уменьшим опасити. И проверим, насколько подходит нам данная кисть для работы. Вот такой вот у нас получился плавный переход. Лед будет у нас получаться. Дальше. Смотрим. У нас есть элементы, которые можно прорисовать обычной кисточкой. Для этого я могу взять обычную кисточку и прорисовать просто верхнюю часть и нижнюю более прозрачную. Что я и делаю. Снимаю выделение и начинаю рисовать кисточкой. Кисточка мне нужна с мягкими краями, то есть четкими краями и более маленькая. И начинаю прорисовку. Чтобы не выходить за пределы синего фона, я создам выделение верхней части документа. Вот таким вот образом. И начинаю прорисовку. Так как у меня будет абсолютно непрозрачный, я настрою 100% пасеть. И вот начинаю прорисовку этого сугроба, снежного сугроба вот таким вот образом. Снимаю выделение. Как же мне повторить точно такой же сугроб, только в обратную сторону? Сделаем следующее. Возьмем выделение. Мы уже умеем выделять определенные фрагменты. И трансформируем его верх ногами. Для этого я захожу в Select, Transform, Selection. и делаю отзеркаливание. Вот таким вот образом. Теперь мне осталось только взять кисточку, настроить опять же прозрачность и прокрасить данный участок. Мы, не долго выделяя, прокрашиваем нужную нам область. Достаточно быстро. Итак, дальше нам надо нарисовать Деда Мороза на санках. Для этого мы перейдем к вот такой картинке. И создадим из черного силуэта кисточку. Для этого мне надо создать выделение вот этого черного силуэта. Чтобы выделение было целиком сделано, я увеличу Tolerance и вот подобавляю недостающие элементы, если они не выделяются сразу. А вот именно этот контур я и возьму в качестве кисточки. Захожу в меню Edit, Define Brush Preset. Кисточка у меня уже образовалась. Дадим ей название 2. Окей. Переходим к нашему документу. Берем инструмент кисть. В самом конце списка мы находим нашу кисточку. Увеличиваем размер до нужного какого-то состояния. Ставим 100% opacity. Рисуем оленя с Дедом Морозом. Вот такой вот у нас получился олень. И санки. И теперь нам надо сделать то же самое, но вверх ногами. Мы не будем создавать выделение, мы не будем долго мучиться, настраивать что-то. Мы настроим кисточку. Для этого мы заходим в настройки. Brush Tip Shape. Ставим, чтобы нам было видно. Спейсинг поменьше нам сейчас роли не играет, потому что мы щелчком прорисовываем. И нам надо отзеркалить, но смотрите, не по вертикали, а по горизонтали. Поэтому мы поставим Flip Y. И у нас тот же размер остается, но надо только теперь вверх ногами его прорисовать. Мы настроили кисточку. Уменьшаем opacity. Рисуем отражение санок. Вот таким вот образом. У нас получилось и снег, и санки. Вот отражение на льду. Теперь нам останется только взять обычную кисточку и прорисовать недостающие какие-то участки снега. Если они где-то там еще необходимы нам. Достаточно быстро можно прорисовать любые какие-то фрагменты, которые мы хотим добавить. Аналогично можно повторить и отражение. Вот таким образом мы создали и силуэт, и отражение. Добавляем снежинки. Здесь у нас снежинок нет. Мы сейчас будем сбрасывать в библиотеку. Итак, мы выбираем снежинки из assorti brushes. Вот такие готовые снежинки. Но они не будут у нас все одинаковых размеров. Поэтому мы вернемся к настройкам кистей. Мы выберем повороты. Но поставим чуть меньше плотность. Спейсинг. Мы поставим небольшой такой спейсинг. И начинаем настраивать. Повороты можно настраивать. Разброс можно настраивать. Больше-меньше. Кучность. И можно создавать уже какие-то... Или же смотреть, чтобы не слишком плотно были. Или же побольше разброс. Вот такие у нас получились снежинки. Можно делать побольше диаметр. Какие-то отдельно взятые. И вот у нас добавились снежинки в документе. Таким образом мы создали с нуля, абсолютно с нуля, изображение при помощи собственной кисти. И так далее. И так далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Создание новых кистей своих собственных для дальнейшего использования. Обращу ваше внимание на то, что при выборе другой библиотеки у вас сбрасываются кисти и не сохраняются в той библиотеке изначально, где мы их сохраняли. Если вы планируете ваши кисти использовать и дальше, не только один раз, вы можете сохранить их отдельной библиотекой. Для этого вы должны выбрать команду Save Brushes и эту библиотеку сохранить под другим именем в папку, где хранятся библиотеки всех кистей для программы Photoshop. Тогда вы можете воспользоваться этой библиотекой еще для дальнейшей какой-то работы. Вы можете подгружать в папку, где хранятся кисти, которые вы нашли в инете, для того, чтобы получить какие-то более интересные эффекты, текстуры, мазки какие-то разнообразные. В интернете достаточно много ресурсов, которые предлагают бесплатные наборы кистей или же вы можете приобрести готовые наборы для своих каких-то работ. Все эти библиотеки кистей хранятся в папке с кистями и их можно использовать при загрузке Photoshop. Дальше они у вас будут отображаться в этом списке. Можно же просто загружать командой Load Brushes определенные кисти, которые у вас уже хранятся на компьютере, где-то сохраненные. Тип файла у кистей имеет вот такой Brushes.abr. И вы можете эту библиотеку загрузить в определенный момент и использовать его в вашем документе. Тогда ваши работы будут такие более интересные и отличаться от тех кистей, которые уже могут использовать все пользователи Photoshop. Тем самым у вас будет такое разнообразие и отличие от остальных пользователей. Итак, мы рассмотрим сейчас создание следующего объекта. Мы попробуем создать вот такую фигуру и сохранить ее как кисть. Мы закрепляем сейчас создание объектов при помощи инструментов выделения. Здесь будет достаточно много логических операций использоваться. Здесь будут использоваться разные инструменты для создания более сложных областей выделения. Поэтому мы рассматривали на примере самых простых фигур при помощи прямоугольных выделений. Здесь у нас будет целый набор инструментов для выделения. И мы будем пользоваться разметкой нашего документа, чтобы создавать более симметричный объект. Итак, в нашем документе мы должны включить линейку или направляющие или сетку. Что-то для того, чтобы мы могли ориентироваться в построении правильной фигуры. Я включаю сейчас сетку View, Show, Grid. И по этой сетке я буду строить вот такой вот замок. Значит, мне для начала надо основу прорисовать. И уже от нее я буду строить дальше башни и прорезать в них окна и двери. С чего мы начнем? Начнем мы с прямоугольного выделения. Прямоугольное выделение, которое будет создавать основу нашего замка. Дальше мы должны рассчитать, какую часть мы отведем под центральную башню. 6, 7, 8, 9, 10. То есть я могу создать какое-то определенное количество клеток, чтобы я могла создавать более симметричную фигуру. Добавляю еще одну. И вот таким вот образом я создам центральную башню. У меня по 4 клетки с каждой стороны. Это вот будет главная башня. Вот таким вот образом. По бокам я добавляю башни чуть поменьше. Вот такое. И слева. Центральная башня и две боковые. Абсолютно симметричный объект. Теперь мне надо добавить крышу. К каждому элементу. Для этого я воспользуюсь полигональным лассо. Я буду использовать добавление, операцию добавления. И проверяю, чтобы у меня было все достаточно симметрично. Отсчитывая нужное количество клеток, аналогично я проделываю с правой башней. Высоту проверяю. Они у меня будут абсолютно одинаковые башни. Я добавила к каждой башне логической операции добавление крыши. Добавляем крышу к центральной башне. Вот таким вот образом у меня получилась центральная башня. Теперь мне надо прорезать окна и двери. Что я могу сделать прямоугольным выделением. Вот таким вот образом я делаю. Одно окошечко логической операции. Вычитание. И второе. Это было вычитание. Аналогично делаю на второй башенке. Если что-то немножечко, как в данном случае, сливается, я отменяю это действие и повторяю. То есть не стоит расстраиваться, если где-то что-то может соскочить или выделиться не совсем корректно. У вас всегда есть отмена действий. Делаем центральную дверь. Вычитание. Вот такое. И я могу теперь сделать еще какие-то окошки сверху. Вычитание я буду делать при помощи овального выделения. Вычитание. Обратите внимание. Вот таким вот образом. Но у меня все окошко целиком. Мне надо из него теперь отрезать вот эту часть. То есть это будет уже добавление. Добавляю его к этому окошку. И смотрите, насколько это выделение необходимо добавить. Вот таким образом получилось окошко на центральной башне. Я могу теперь добавить флажки, которые будут на каждой башне у меня. Для этого я беру полигональное лассо, опять же, и начинаю добавлять. Ну, вот здесь будет вот такой флажок. Так. И аналогичный флажок у меня будет с этой стороны. Есть. Здесь я могу добавить какой-то побольше, допустим, флажок. Вот такой. Ну, вот какой-то вот такой. Это у меня добавление. Таким образом, я уже создала контур фигуры. Закрашиваем ее всю. И так как у меня контур для выделения уже есть, я могу командой фил залить. И я буду заливать ему черным цветом. Edit, fill. For a ground. Ок. Для чего я закрашиваю все черным цветом? Да потому что кисточка у меня будет получиться более контрастная, более четкая. Я убираю сетку. Я снимаю выделение Ctrl D. У меня получилась заготовка для кисточки. Я ее могу теперь выделить. Таким вот образом. Вот у меня выделилась она полностью, вся заготовка. И я вам говорю Edit, Define Brush Preset. И у меня эта заготовка будет кисточкой. Да, третья кисточка. Я ее сохраняю. Снимаю выделение. Убираю кисточку. Замок этот, созданный с экрана. И выбираю инструмент кисть для того, чтобы уже его использовать в документе. И вот я, настраивая, делая больше, меньше инструмента, могу уже создавать какие-то вот такие вот элементы. Это уже готовая кисть. Могу настраивать больше, меньше. Все это настраивается достаточно просто. Вот таким вот образом создается ваша собственная кисть. Одним из домашних заданий у вас будет практика в создании собственных кистей. Попробуйте создать или такой же замок, или свой какой-то более интересный. Для того, чтобы показать, что у вас получается работа с логическими операциями. И у вас получается создание собственных кистей. Таким образом, вы закрепляете изучение и выделенных областей, и работу с кистями. Итак, на сегодняшнем занятии мы с вами рассмотрели, как создавать различные области выделения, которые могут быть геометричными, могут быть произвольными, создаваться при помощи инструмента в лосо и при помощи волшебной палочки. Мы рассмотрели, как создавать при помощи логических операций более сложные контуры выделения, как их настраивать и модифицировать, трансформировать, как сохранять нарисованный вами объект и создавать из него кисточку. И настройка этих кистей, которые мы рассмотрели на прошлом занятии, мы закрепили на сегодняшнем уроке. Свои работы присылайте на электронную почту для проверки, насколько у вас хорошо получается выполнение данных операций, которые мы рассмотрели на сегодняшнем занятии, чтобы мы могли приступить к рассмотрению нового материала без каких-либо затруднений в изученном материале. Итак, на сегодня все. Удачи вам, успехов в ваших работах! Продолжение следует...